я с детством добрый день коллеги я говорить буду об экономике россии все-таки в контексте мировой потому что говорить об какой-то изолированной экономике сегодня могут либо оптимисты либо люди которые вот из пионерского возраста не вышли и кричать что у нас будет отдельная часть суши конечно же нет и поэтому давайте сначала пойдем о нескольким моментом мировой экономики где нажимать вот направо и налево и так мировая экономика сегодня я напомню так как много звучит и экономика стала заложником неких мировоззренческих политических разговоров звучит это много но очень много звучит на уровне либо мифов либо гиги густоявшихся стереотипов не совсем совпадающих с реальностью вот исходное ожидание последних лет это еще началось до конфликта который так много изменил для российских это ожидание стакляции то есть стагнации при высокой инфляции это ожидаем потери на десятилетия на термин гулял особенно по нашей части по инвестиционному рынку и говорит ну все инвесторы вот ничего не заработают это полная ерунда оказалась и соответственно в самом большем случае новый экономический кризис который любит предрекать многие на западе рейда и несколько прикова у нас практически все уважаемые экономисты даже кроме как предрекать мировой кризис они ничего не умеют ну как вы знаете некоторые раз 20 лет попадают и становятся великими вот не случилось вообще случилось другое получился то что можно назвать феномен пол волкер 2 0 когда экономика глобальная американская как локомотив развивается в боку высокой инфляции и высоких ставок период восьмидесятый тире восемьдесятый год вошедший в историю как экономика этот период по сути модели пола волкера когда на самом деле был огромный прорыв с точки зрения прироста реального экономики огромный прорыв с точки зрения вот это явление хотя наверное ну все скажем так фигуры ушедшие в историю представляются более значительными и наверное фигура великого президента рейгера более значительные чем нынешние президенты а фигура пол волкера тогдашнего руководителя фрес более значительный но тем не менее хотя бы в мини варианте пол волкер 2 0 на мировом рынке случилось а с точки зрения инвестиционной отдачи последние пять лет несмотря на эти прогнозы стали ну пока еще 5 не по земным десятилетиям а наоборот приобретели ну а новый экономический кризис как мы видим я тут с подсказками небольших не бой какие цифры нужны как мы видим по большому счету не происходит более того есть основания поводать что то что любит обсуждать в россии теорию циклов вообще устарел и при всем уважение к кондрасио вот эти все бесконечные ссылки на циклы экономические которые в самой бульгарной форме звучат примерно так ну каждые 10 лет случается экономический кризис она просто устарела на глазах нашего поколения мы хотя и знаем как мы представляем о том что вот экономические кризисы но мы как-то не заметили что последний классический экономический кризис мире произошел в 1957